В России уже в шестой раз состоялась акция «Дарите книги с любовью». Она приурочена к Международному дню «Книга дарения». Основная цель – пополнить фонды нуждающихся библиотек. Внести свою лепту мог любой желающий. Сборы зданий проводился на разных площадках – в книжных магазинах, школах, музеях и досуговых организациях. Учреждения Сургутской центральной районной библиотечной системы также приняли участие в акции. В этом году читатели принесли больше полутора тысяч книг. Собранные посылки передадут в школу-интернат в Солнечном и в Центр социальной помощи «Альтернатива». Оксана Ярославцева продолжит. Библиотекари называют акцию «Дари книги с любовью» одной из самых популярных. В этом году сбор литературы начался 6 февраля. Читатели приносят книги разных жанров для детей и взрослых. В дар отдают и свои любимые произведения, чтобы следующий человек мог получить впечатление от увлекательного повествования. Часть собранных книг поступит в фонды библиотек района, часть передадут в образовательные и общественные организации. В этом году мы тщательно их отбирали. Почему? Потому что они поступают к нам в фонд непосредственно в библиотеки. Мы будем их дарить на различных конкурсах библиотечных. И поэтому очень так серьезно, скажем, подошли к отбору, принимали книги в очень хорошем состоянии или новые. Сургутская районная централизованная библиотечная система сотрудничает со многими общественными организациями. С 2017 года партнерские отношения сложились со школой для детей с ограниченными возможностями здоровья, с центром, где находят приют люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. В этом году в рамках акции книжные полки учреждений вновь пополнятся. С каждым годом форма вручения меняется. В этом году в центр социальной помощи «Альтернатива» нас не пускают. То есть из-за ограничений ковидных нас не пустят. Но мы книги в любом случае привезем в солнечную школу-интернат с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. Мы с ними работаем в течение года. Мы приедем к ним с игровой программы «Поддосатый год» и торжественно подарим литературу именно ту, которая подойдет по возрастам, по жанрам. Будет такой маленький праздник. Принести в дар книгу мог любой желающий. Представители депутатского корпуса Сургутского района тоже не остались в стороне. Акция сейчас у нас проходит «Поддарить книгу». Примите от меня этот подарок. Я уверен, что он принесет положительные результаты. И вот тут же целых уборных сочинений Эдварда Радзинский. Я думаю, тоже он будет пользоваться именно вот этой популярностью. Поэтому что я хочу пожелать вам? Творческих успехов, развития и, конечно, преумножения читателей. Спасибо большое вам. Нам очень приятно, что вы нашли время и лично поучаствовали в этой акции. Конечно, эти книги обогатят фонды библиотек в первую очередь. И это чудесный подарок, чудесное пополнение. Каждое переданное фонд сочинения будет должным образом занесено в библиотечные каталоги. На самом издании появится пометка с именем участника акции «Дари книги с любовью». Оксана Ярославцева, Денис Зонов, Сургут Интерновости.